Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, в год 350-летия со дня рождения Петра I, мы вспоминаем российского императора в царском селе неслучайно. Именно ему царское село обязано появлением на географической карте в окрестностях Петербурга в самом начале XVIII столетия. Мы знаем о том, что здесь в то время находилась небольшая шведская усадьба Сааримойс, или по-русски царская мыза, которая благодаря военным походам Петра вернулась в состав Российской империи, поскольку с XII века это были исконно русские земли, входившие в состав новгородских петин. Отвоеванный край Петр дарит своим подвижникам, и вот эту усадьбу получает генерал-губернатор Санкт-Петербурга, новой северной столицы Александр Данилович Меншиков. Но Меншиков владеет царской мызой недолго, и по указу Петра I 24 июня 1710 года эта усадьба становится собственностью его супруги, вскоре официальной супруги Екатерины Алексеевны, будущей императрицы, и входит в состав дворцовых земель. С этого дня начинается официальная история царского села, и этот день, и сегодня день рождения города царское село. Петр создает усадьбу, создает будущую резиденцию, которая сначала называется царское село, а затем уже при его преемнице Елизавете получает прекрасный титул, прекрасное название царское село. Елизавета здесь росла царевной, и она по-особому любила царское село, и потому, что оно было связано с памятью о родителях. Она владеет царским селом после смерти матери с 1727 года, а став императрицей, превращает небольшую резиденцию, небольшую усадьбу тогда в нарядное, праздничное царское село. Елизавета будет трудиться над этим делом своей жизни, всю свою жизнь. Огромные работы по созданию дворца, парков, павильонов будут продолжаться до 1756 года. У нее было особое отношение к малой родине, наверное, потому, что она знала царское село, ее мать Екатерина получила в подарок на ее рождение. Действительно, в 709 году в жизни Петра произошли два важных события. В августе Полтавская баталия, повернувшая ход Северной войны, а в декабре, когда войска Петра победоносно входили в Первопрестольную, он вычил известие о рождении дочери, потом любимой дочери, Лизеньки, Лизетки, Елизаветы Петровны. И спустя буквально несколько месяцев, к июню следующего 1810 года, усадьбу получает мать Елизаветы, Екатерина Первая. Эта малая родина всегда будет дорога Елизавете Петровне, и здесь она будет хранить память о своих родителях. Каменный дом не сохранился, Елизавета его перестроила в грандиозный барочный нарядный дворец, но сохранилась центральная часть регулярного парка, бывшего голландского сада, который по преданию создавал сам Петр Первый. Но достоверно же известно, что именно Петр Первый пригласил из Голландии садовых мастеров Розена и Фохта, которые здесь у дворца на трех террасах разбили фруктовый сад на голландский манер. В этом саду при Елизавете Петровне появилась скульптура, которая привезена была в Россию еще Петром Первым. Петр и восподвижники заказывают эту скульптуру в Европе, в Италии, точнее в Венеции. И эти аллегорические мифологические фигуры, которые украшали летний сад и другие сады новой столицы, должны были и прославлять победы Петра, обучать и образовывать подданных Российской империи. Елизавета привозит часть этой Петровской коллекции, ее сегодня можно видеть на своих исторических местах в центральной части регулярного парка. С именем Петра в Царском селе и в нашем музее связано появление в России янтарных панелей. Елизавета впервые собирает их в небольшой кабинет в Зимнем дворце в Петербурге, а уже в 1755 году перевозит их сюда, и здесь появляется уникальный интерьер, янтарная комната. Судьба этого интерьера, трагическая судьба в годы войны, триумф возрождения волнует до сих пор наших посетителей, и нас это очень радует. Петр известен как первый коллекционер, и об этом мы можем тоже убедиться здесь у нас в залах Екатерининского дворца. Картинный зал, оформленный Елизаветой по образцу живописной галереи Монпрезира, включает в себя две картины, которые сам император заказал во Франции, в Париже у художника Пьера Дени Мартена. Это две баталии – Полтавская и Битва при Лесной. Они были заказаны Петром, но появились в России уже после смерти Петра. Елизавета поместила их в картинном зале. На анфиладе дворца можно увидеть и прижизненные портреты Петра и его родных. Это ядро живописной коллекции нашего музея, и сохранились они тоже благодаря дочери, преемнице Елизавете Петровне. В коллекции у нас находятся и произведения уникального, редкого китайского фарфора второй половины XVII, начала XVIII века, и изделия из европейского янтаря. Все это предметы, которые появились в России благодаря интересу Петра. Петра, который проявлял интерес и внимание ко всем сферам жизни и деятельности, и в данном случае к произведениям художественного творчества. В год 350-летия Петра, как я уже сказала, мы ощущаем его присутствие здесь, в царском селе, постоянно. И мы вспоминаем это имя, и вспоминаем это имя с благодарностью.